Музыка 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 На конце буквы А Очень часто и в школе, и в больницах, и даже на соревнованиях Постоянно пишут её неправильно, и это очень напрягает Я всегда говорю, я же не украинка, я русская Она мне очень нравится Но не нравится, когда её коверкают Она красивая, и когда её изменяют, это надоедает Хочется взять и так вот, ну как ударить, чуть-чуть, за трещину дать Музыка 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 Да, три года я училась, ходила специально для дедушки, чтобы ему понравилось, училась, училась Максимум, что я научилась играть, это кузнечика, соло, всё, больше ничего И я была рада по моменту, когда я ставила эту гитару, я её просто бросила, она до сих пор на шкафу лежит, расстроенная правда Но я её больше не трогаю И когда речь заходит о том, что сыграй нам что-нибудь, я говорю, ничего, я не буду ничего играть Мне было 7 лет, и дедушка отвёл секцию тэквон-дон, чтобы я, ну, умела защищаться Я начала ходить, и мне безумно не нравилось Я не любила, меня били на тренировках, я не любила драться Ой, я сейчас помню, аж строгно А потом, спустя три года, я бросила, вот И начала заниматься где-то в 8-м или 9-м классе, вернулась обратно Я просто проезжала мимо здания, где я раньше занималась И почему-то решила зайти, что ли, посмотреть Вот, зашла, посмотрела, и как-то там и осталась Тэквон-дон развивает личность, характер, гибкость, пластичность, умственные какие-то способности Потому что у нас в поединке очень надо много думать, куда правильно ударить, как опередить защиту, как опередить удар Поэтому, ну, устные способности тоже важны Сестре нельзя заниматься спортом, а братик ему только вот 3 годика Поэтому пока никак Максимум у него со спортом, это когда он смотрит по телевизору мои поединки И мама у него спрашивает, ты хочешь так драться, как сестра твоя? Он говорит, нет, нет, не хочу Это фу, говорит, ему не нравится Все боялись меня, очень боялись В школе не было ни друзей, никого Потому что, ну, я высокая И плюс спортом занимаюсь таким вот, как-то специфичным, можно сказать Поэтому со мной не общались в школе Я не считала с ними, ну так, я не считала, что у меня со мной на одном уровне общения Они там какие-то вещи рассказывали, какие-то слишком детские для меня Я хотела общаться с более взрослыми людьми, набираться опыта Но мне с ними до сих пор интересно общаться Это была моя первая Европа Я боялась, я боялась проиграть, боялась подвезти, ну, Россию Но вышло и все получилось Потом, когда награждение было, играл гимн И соперница плакала, которая вторая стала И вот у меня на душе такое было превосходство То есть мы, Россия, я не подбила, первая Ну, и все в таком патриотизме Прям начал играть свою роль В Греции мы поехали И таксист, там все таксисты едут Такие жмоты, можно так сказать И они накручивают И вот мы поехали Мне надо было драться Буквально там через часа два Мы сели в такси И он нас повез по объездной дороге Там еще платная дорога В общем, мы ехали где-то километров 30 Мы бы проехали еще больше Там, но... Потому что мы ему сказали, что нам надо уже драться Мы уже не можем, мы опаздываем Потом, плюс, он потерялся Он не знал дорогу А я сидела, я нервничала Потому что мне надо уже как бы выходить Скоро нам поединки Надо еще раз вмяться, потренироваться Но в итоге вышло Ну, приехали Я вышла на поединок И каким-то вот этот кураж Ну, все получилось Кимоно – это дзюдо, карате А у нас добок У нас облегченная версия Получается того же самого кимоно У меня несколько добков Два соревновательных Мне их выдавали перед Европой У меня просто один висит дома А второй я в нем как выступаю в соревнованиях У него есть особенность У него на штанине на левой Маленькая дырочка Я вот даже помню, от кого она осталась И почему-то, не знаю, не хочется ее как-то Ну, менять эти шлины Потому что, не знаю, я просто помню тот бой Мне было слишком больно И вот как-то, не знаю, просто дух в этом добке у меня спрятан У меня есть полотенце соревновательное Ну, оно маленькое Где-то сантиметров 30 И всегда, когда я выхожу на бои Я первым делом кладу в сумку именно его Ну, у нас, когда я выхожу на бои Есть сумочка Там вода, капа И полотенце Это полотенце Я его всегда вожу с собой Но если я его забыла То провал не минуем Поэтому всегда с полотенцем Я не люблю свои бои пересматривать Потому что это, ну, для меня это ужасно Как я двигаюсь, как я бью Кому-то нравится, а мне не нравится У нас всегда с тренером на бой есть тактика Которой мы выходим и работаем Но каждый бой с каждым соперником разная тактика Когда дерешься, ты не замечаешь о том, что у тебя что-то поломано Потом, да, ты когда по домой приезжаешь Ты понимаешь, что у нас слишком опухло И ты надеешься, что это у тебя не перелом Но потом в итоге у тебя получался перелом всегда Самое максимальное, сколько я была без спорта Это где-то больше полугода Я тогда лежала с ногой, с гипсом Мне не сказали, что меня выписывают Я не дождалась этого Я раньше сняла Я просто поняла, что у меня уже все хорошо И все, я начала ходить тренировки Закачивать ноги И приходить в форму Иногда надоедает быть постоянно спортсменом Постоянно ходить в форме спортивной Постоянно быть мальчиком, грубо говоря Хочется, да, выйти, чтобы на тебя посмотрели такую красивую Прогуляться там по Краснодару Дома ты девушка, ты нежная, аккуратная, ну, хрупкая А там ты жесткий такой мужик, можно сказать Мне нравится этот волос мой И поэтому по поводу блондинок я ничего не могу сказать Да, мы глупые, может быть, по какой-то мере Вот раньше мне казалось, что, да, блондинок там Ну, как-то серетип был Но сейчас я этого не слышу почему-то Не знаю, может, время поменялось Хотя я не люблю командные виды спорта Но баскетбол безумно нравится Меня позвали на матч Локомотив Кубань С Парселона они играли И я поняла, что я люблю этот спорт Мне нравится, как они кидают, как они... Они летают, можно сказать, над полем Но у меня очень плохо получается Я под тену кидаю мимо кольца Но если встать ровно и с места кинуть, то да, да, я попаду А если в движение, то да, это будет очень сложно Что-то лепить, что-то строить, ну, лего Что-то собирать, мелкая моторика, мозаики всякие разные Мне это очень нравится Это как-то расслабляет Я люблю играть в судок Там, например, куда-то едешь Открыл тетрадку Либо там телефон Там скачанное приложение И сидишь и разгадываешь Это занимательно Некоторые просто подходят и спрашивают А что это у тебя такое? Ты называешь название судоку Они такие Что? Как это играть? Покажи А что это за цифры? Такие непонятно Ничего И ты такой сидишь В смысле непонятно Это уже все вот Как бы вот написано, нарисовано Ну, не понимают А мне нравится Я люблю читать В детстве я вязала Рисовать люблю Людей не особо у меня получаются какие-то коряки А вот природу Это как-то как релакс у меня вырабатывается такое Есть пару работ Даже не пару, наверное, штук десять Которые, ну вот прям Очень мне нравятся Я либо хочу дома повесить Потом Либо Ну, где-то что-то выставить Кому-то подарить Такому человеку, который Ну, как мой кумир Чтобы он дома себя повесил У меня мечта побывать в Индии Даже вот я даже хочу, чтобы поехать туда Чтобы не было там соревнований Чтобы всю себя посетить Индию А этому виной все Книга Шантарам Вот эти улочки всякие разные Индийские Хочу посмотреть уровень развития Индии В первую очередь я бы, ну, посмотрела Все плохие районы, наверное Да, мне бы очень хотелось Интересно было бы Потом, наверное, поехала бы в центр И заключение, ну, самое хорошее оставила бы Начала бы с плохого, закончила бы в хорошем Я спокойно могу проводить там неделю, месяц Без интернета Да, будет сложно общаться с друзьями Которые живут очень далеко Поэтому приходится заходить в интернет Общаться с ними Но так, если бы все были рядом, близко Я бы смогла без интернета существовать Я бы нашла применение Своему свободному времени В основном мне пишут дети Ну, как, лет 12, наверное Мальчики, девочки Они, ну, как, хвалят меня Говорят, ты наш кумир, давай работай Мы на тебя равняемся Благодаря тебе мы занимаемся спортом Был такой человек, который мне плохое писал Но он как-то исчез И это, слава Богу Вот В соцсетях иногда пишут Заграничные люди Там, как, болезненно следят за мной Когда после два изборов ты приезжаешь Не особо хочется начинать готовить Ты хочешь, чтобы тебя приготовили На все готовенькое хочется Вот И ты потом понимаешь, что, да Тебе надо что-то покушать Поэтому ты идешь на кухню и, да, готовишь Сладкое я не очень люблю Да, я раньше любила колу Сейчас как-то я от нее отказалась Больше обычную воду Там, может быть, раз в две недели Какую-нибудь печенюшку или конфетку скушаю Я не особо люблю сладкое И когда бы я не отказалась От, наверное, роллов Вот Это мне нравится Когда первый раз показали, что такое роллы Я попробовала Мне очень не понравилось Я сказала, фу, что за гадость Отодвинула их Потом, через какое-то время Я уже забыла про этот случай И, опять же, на столе стоят роллы Я начинаю кушать Мне говорят, так ты же их не любишь Я такая С чего это вы решили? Попробовала Было очень вкусно И все С тех пор я люблю роллы Мне скорее надоели поезд в даче Самолет Если я иду на поезде То именно вот Плацкарты Возле туалета Если едешь отдыхать То, да, лучше ехать на поезде, наверное Как-то ты отдыхаешь и душой, и телом Но не на соревнованиях Самолеты Полеты Это Чувство полета Я не знаю Это непередаваемо Мне нравится летать Мне нравится смотреть Сверху На землю Какая она Постоянно что-то разное Бывает даже Сидишь, фотографируешь Не боюсь всяких паучков Шучков Змей Наоборот Всегда хочется взять их Потрогать Погладить Посидеть себе на шее Я даже помню На мне питон был такой большой Желтый Лежал И все боялись А я такая Чего вы боитесь Он же классный Он такой гладенький Такой скользкий Классный У меня дома нет питона Кто за ним следить будет Я бы завела себе котенка Либо, может быть, чиночка Но Из-за того, что Все время на соревнованиях Не получается Ну, изначально мне Хотелось Квартиру И У меня как бы Проразошла эта цель Я с ним приобрела Сейчас У меня цель Машина Вот Я Как бы На пути К этой цели Сама коплю Откладываю Там Что-то соревнования Что-то Зарплата Ну По чуть-чуть По чуть-чуть В скором времени Надеюсь получится Еще с детства Самая любила копить Мне нравилось копить Там По рублю По два Мне девушку приносила с рынка Я их собирала В итоге Там Какая-то определенная сумма Я себе покупала Там Чупа-чупс Или еще что-нибудь Бывала там Какую-нибудь футболку Которую я хотела давно Брала и покупала Поэтому Сейчас выросла Сейчас, да Другие цели Другие приоритеты Но Что же закладное в детстве Оно сейчас тоже отражается Вот это вот Копление Копишь, копишь Потом приобретаешь То, что долго Ну, хочешь Когда гороскоп хорош Я верю Когда нет Я не верю Уведомления приходят Я не знаю, зачем я подписалась Но приходят уведомления Я прочитала Никогда не сбывается Но все равно прикольно Все эту билиберду Совместимость Я в это не верю Ты сам строишь И сам совмещаешь Планировала еще лет 5-7 потренироваться Ну и потом уже создавать Какую-то свою семью Ну, там дети Совместное проживание И так далее Я все-таки планирую Выступить на Европе Чемпионат Европы Я планирую выиграть Планирую поехать на гран-при Планирую выиграть И заключительный этап В этом году Это будет Европа в олимпийскими самым категориям Куда я тоже поеду и выиграю И так далее Планирую Планирую Планирую